Всем большой привет! Сегодня я расскажу вам о новинке. Это крем от SkinFood. Крем с экстрактом морского винограда. Крем увлажняющий и поэтому очень актуально как раз использовать его сейчас летом. Итак, увлажняющий крем содержит экстракт морского винограда и глубинную океаническую воду. Интенсивная увлажняющая линия поддерживает естественный уровень увлажненности вашей кожи, а освежающая формула прекрасно тонизирует ее. Крем содержит широкий спектр микроэлементов, а морская вода в составе крема интенсивно питает, насыщает кожу полезными микро и макроэлементами, благодаря чему нормализуются и ускоряются многие жизненно важные процессы. Но у меня этот крем как всегда в пробниках, потому что полная версия стоит где-то две с половиной тысячи рублей в переводе на рубли, поэтому я предпочитаю все тестировать в пробниках. На обратной стороне нарисован как раз этот морской виноград. Что же представляет собой этот крем? Текстура у него такая немножко гелевая даже, я бы сказала, то есть либо это жидкий крем, либо это густой гель. Аромат такой свежий, ну по типу огуречного лосьона, ну на любителя, мне не очень. Текстура благодаря тому, что она такая жидкая, она равномерна и очень быстро проникает в кожу и в первые минуты после нанесения остается небольшая липкость. Но после полного впитывания крема, кстати, долго ждать не приходится. На коже не остается ни следа. Сама кожа наполняется нежностью и мягкостью. Прекрасно ложится макияж на него и крем придает коже такой баланс комфорта и увлажненности. За весь день после использования этого крема моя кожа ни разу не испытала ощущение сухости или раздражения. То есть он прекрасно подходит для чувствительной, для сухой кожи. А морской виноград оказывается это такое название бурых водорослей, которые содержат комплекс витаминов, аминокислот, микро-макроэлементов. Оказывает сильное детоксицирующее действие. Я очень люблю косметику с содержанием бурых водорослей и считаю, что для кожи, ну в частности для моей кожи, это очень полезный компонент. Очень рекомендую этот крем тем, у кого сухая кожа. Ну, скорее всего, и нормальному типу кожи тоже подойдет. Для очень чувствительной кожи крем может быть тяжеловат на этапе впитывания, когда он придает такую небольшую липкость. Для жирной кожи, не знаю, можно попробовать, но у меня через какое-то время лицо начинает блестеть с этим кремом. То есть обладателям жирной кожи стоит помнить, что крем не матирует, но я думаю, что в долгосрочной перспективе этот крем будет показывать только положительный результат. Кстати, он не забивает поры, никакой негативной реакции я на него не встретила. То есть могу советовать его даже обладателям проблемной кожи. Ну и главная его задача, это увлажнение кожи, он справляется на отлично, а значит подойдет для использования в летний период. Ну вот на этом мой обзор завершен. Всем желаю красоты, здоровья и увидимся в следующем видео.